Здравствуйте, вас приветствует компания Embrocadera. Мы рады видеть вас, кто присоединился к нашему вебинару, ну и кто посмотрит его потом. Меня зовут Денис Васильев, я отвечаю за линейку продуктов РАД-продуктов, а также сегодня вместе с нами будет принимать участие мной уважаемый человек, эксперт своей области и к тому же мой коллега Сергей Терлецкий, который отвечает в нашей компании за работу в образовании. Он продвигает РАД-студия в школах, институтах, лицеях и так далее. Если вы являетесь представителем образования, либо супереживаете, как продвигается РАД-студия в образовательных учреждениях, обязательно напишите ему, свяжитесь с ним по почте, ну или сегодня у нас будет возможность задать вопросы в конце. Сегодня мы продолжаем серию наших летних вебинаров, и тема сегодняшнего нашего вебинара – это итоги конкурса «Весенний марафон-2015». Мы решили этому посвятить отдельный вебинар, кратко рассказать вам о работах, которые приняли участие, которые к нам поступили, ответить на ваши вопросы сегодня. Говоря об итогах конкурса, на данный момент уже информация известна, кто победил, то есть эта информация была ранее доступна на сайте, как и планировалось, уже даже многие получили свои призы, ну а сегодня мы поговорим непосредственно об этом конкурсе. Итак, конкурс «Весенний марафон-2015». Мы его так вот назвали. Идея конкурса звучит так, что необходимо создать свое мобильное приложение, мобильное или настольное, либо настольно-мобильное, используя продукт RedStudio, прислать его нам, и победить в итоге, получить приз. Мы не ставили каких-либо существенных ограничений к проектам, либо к его участникам, предоставляя вам огромные возможности для творчества, реализации любой своей безумной идеи, конечно же, используя профессиональное средство разработки кроссплатформных приложений RedStudio, ну и по желанию, можно было использовать любой язык, Delphi или C++, в зависимости от ваших предпочтений. Кстати, примерно полтора года назад мы проводили подобный конкурс, и он вызвал много позитивных эмоций, мы получили много интересных работ, ребята получили призы, и впоследствии появилось огромное желание провести подобный конкурс еще раз. Что мы, в принципе, и сделали. Этой весной мы объявили о начале конкурса, разместили информацию на сайте, на своих социальных сетях, разместили условия, критерии оценки, сформировали список жюри и указали призовые места. Призовые места у нас это первое и второе место с подарками в виде планшета от Samsung и лицензии. Также специальная номинация по образованию и специальная номинация от Fixinsight, о которой мы поговорим позже. Но по образованию. Перед тем, как сделать краткий обзор поступивших работ, хотелось бы обратить особое внимание, почему мы решили добавить отдельную номинацию по образованию. Это очень важное направление. Мы этому уделяем особое внимание. И тут бы хотелось остановиться подробнее. Сергей? Добрый день, уважаемые участники. Да. По поводу номинации образования. На самом деле, эта номинация была введена специально для наших участников из школ. В принципе, и школьники, и студенты могли участвовать в конкурсе на общих основаниях, но чтобы школьники были в более равных условиях, то есть в этой номинации рассматривались работы только представлены именно школьниками и допускалось участие их фактически ученика вкупе вместе с педагогом-куратором, чтобы его поддержать. История наших образовательных активностей на самом деле обоснована изменениями в стандартах в подходе к обучению в целом. Сейчас новые стандарты образования подразумевают и использование активной проектной деятельности в школе, причем эта проектная деятельность должна подразумевать несколько параметров. Командную работу, различные метапредметные связи, то есть должны соединяться разные области знаний в одном научном проекте, и активное использование ИКТ-технологий. Сейчас также в школе очень активно используются различные мобильные устройства, планшеты, но при этом это признают и преподаватели, и это видно в принципе со стороны, мобильное устройство в школе остается этакой вещью в себе. То есть это прекрасное средство отображения, доступа, к нему можно придумать кучу различных функций использования его, и в том числе и в проектной деятельности, но обучение создания мобильных приложений, в принципе, стандартными средами, оно в принципе выходит уже за рамки школьной программы. И здесь как раз мы решили, что наша среда и концепция быстрой разработки, она очень хорошо ложится на возможности проектного обучения. То есть то, что студия включает в себя возможности создания визуальных, то есть из готовых компонент, то есть это в принципе надо просто было вырезать, грамотно методически обработать, это в принципе могло бы дать возможность школьникам на любом этапе обучения создавать свои приложения для мобильных устройств и связывать их непосредственно со своими проектами. То есть получается красивый результат, командная работа, потому что кто-то создает дизайн, кто-то непосредственно контентное наполнение, кто-то работает над программным кодом. Первая серьезная апробация у нас была при поддержке проектного офиса «Школа новых технологий». Это проект департамента информатизации города Москвы, департамента образования города Москвы. Также мы в участии были активно поддержаны компанией Samsung. Конкурс проходил в течение четырех месяцев и различные компании давали для него свои реальные рабочие бизнес-кейсы, которые школьные команды должны были исполнять. Мы предложили два кейса. Это первый, полная свобода творчества, создать мобильное приложение для школы, и другой, более конкретизированный, это электронное пособие, либо учебник глазами школьника. На самом деле было достаточно много участников. У нас наш кейс выбрали порядка 18 команд. Конечно, в целом по конкурсу не все доходили до конца. Но это, опять же, лень, мотивация, все что угодно. Но, тем не менее, мы получили достаточно интересные результаты, учитывая, что ребята на самом деле 90% работы делали сами. Мы фактически поддержали это вебинарами базовыми по визуальной разработке. Разработка фактически шла с нуля. Хотя, конечно, надо понимать, что в таких конкурсах участвуют хорошо замотивированные дети, и, как правило, все-таки с углубленным профилем. На самом деле большая часть работ, конечно, ушла в сторону в основном прототипирования. Но, тем не менее, с этим справились все. То есть, вообще, само понимание, как создавать приложение, дизайн и прочее, у ребят очень хорошо отложилось. Но наиболее интересные результаты получились там, где все это было доведено до конкретных приложений. Ну, вот я сейчас просто приведу примеры нескольких проектов. Вот проект, допустим, это приложение на самом деле делалось ребятами-старшеклассниками для младшей школы. Причем разрабатывалось полностью все. То есть, дизайн, подбор картинок, контента, исполнение. То есть, соответственно, весь программный код, то есть, все делалось самостоятельно. То есть, это подбор там картинок по логике. То есть, причем, самое интересное, что было, в принципе, здорово и неожиданно для самих ребят и преподавателей, то что, фактически, они получили действительно хорошее кроссплатформенное приложение, которое можно использовать и под Windows для интерактивной доски и непосредственно на мобильных устройствах. То есть, куда угодно. Но самое главное, то, что они сделали это сами. Да, может быть, оно не столь профессионально, хотя, в принципе, есть куда расти. Или вот другой пример. Это были наши победители в конкурсе школы реальных дел. Это пример интерактивного учебника. Ребята выбрали раздел кинематика. То есть, здесь они соединили все. Игровые элементы, то есть, фактически, выполнение заданий проявляется, как строительство домика, где появляется фундамент, стены, окна и так далее. То есть, введение его под конек это уже выполнение сложных олимпиадных задач. На самом деле, вот здесь была командная работа и был очень существенный момент, то, что ребята даже, в принципе, саму правильную концепцию электронного учебника отобразили, причем сами до этого додумались. То есть, там несколько уровней объяснения материалов, вплоть до, там, молодежного сленга. И, опять же, прекрасный пример тренажер устного счета. Ребята сами сделали. То есть, там, но здесь уже, вот как раз программная реализация была очень хорошая. То есть, там, парень, действительно, будучи талантливый программист, он создал очень грамотный движок игровой. То есть, там подразумеваются уровни. Причем уровни не повторяются. То есть, все фактически примеры. То есть, жульничать практически невозможно. И, на самом деле, вот, образовательная номинация в нашем конкурсе, ее также активно поддержал и офис школы новых технологий. Была идея, фактически, дать возможность высказаться, проявить себя именно программистам. ребятам-программистам у нас было порядка 29 заявок от участников, различные работы. Кто-то, фактически, доводил до ума то, что делал еще в школе реальных дел, кто-то представил что-то свое. Самое наш победитель, ну, это, в принципе, Денис подробнее расскажет о каждом из них и о проекте, фактически, справился с задачей лучше всех, в каком плане? Именно с точки зрения профессиональной разработки. То есть, он там решил самостоятельно достаточно серьезную проблему, ну, для себя, конечно, для школьного уровня, эта работа с Google IP фактически полностью довел до ума до заливки на Google Play, потому что, конечно, некоторые ребята у нас не справились до конца именно с приложением, то есть, с тем, чтобы оно свободно заливалось на мобильное устройство, то есть, там требовалось некоторое шаманство с их стороны. Конечно, это все-таки некоторый недочет. И в дальнейшем, то есть, мы сейчас подобных родов конкурсах участвуем в разных регионах, вот мы сейчас в очень хороших отношениях с Уральской инженерной школой в Екатеринбурге, в принципе, мы эту тему активно развиваем. На самом деле, то есть, я отвечаю за работу со всем образованием, то есть, и с высшим, и среднеспециальным, и школьным. Хочу подчеркнуть, что для работы с образованием у нас, ну, в первую очередь существуют специальные условия ценовые по приобретению лицензий для учебных заведений, это порядка 90% скидки, при этом при покупке учреждениям 10 лицензий, да, на каждую мы даем 10 бесплатных для студентов для использования, для домашнего использования, на домашний компьютер, для подготовки домашних заданий, для возможности изучения среды, то есть, фактически, в 10 раз больше, да, то есть, на 10 купленных учреждениям 100 бесплатных для студентов и преподавателей. Техническая поддержка на русском языке, Денис, меня очень активно поддерживает в наших образовательных активностях, причем делает это с большим энтузиазмом и удовольствием, что нас очень радует. Более того, поскольку здесь есть очень положительный, существенный момент, то, что переимствность среды позволяет фактически использовать в базе обучения старые учебные планы, учебные материалы, то есть, это создано еще для предыдущих версий, все это будет компилироваться, это можно использовать в обучении, и фактически мобильную разработку можно просто добавить, то есть, как бы добавить уже к существующей программе, то есть, внести ее параллельно, да, или как мы фактически показываем на мастер-классах, на вебинарах, то есть, за счет визуальной разработке, то есть, разбавить, добавить креатива в изучение алгоритмики программирования в старших классах, то есть, это фактически достаточно простые, но интересные примеры, вот там, интерактивные 3D-модели, допустим, там, то, что Денис сделал как раз на мастер-классе, то есть, там, интерактивная модель Земля-Луна, где учтен даже наклон оси и соотношение вращения Земли вокруг себя и Луны вокруг нее, причем, все это же делается достаточно обеспечиванием готовых компонентов. Открытые уроки мы проводим как очно, так и заочно в виде вебинаров, семинаров, прямого общения и у нас, сейчас у нас в арсенале два пособия, будет в середине июля уже третье, то есть, к осени мы уже развернемся в полный рост, то есть, сейчас у нас есть совершенно базовое, но написанное уже под Делфи пособие Юрия Владимировича Коломыкова, это лицей при МГТУ имени Баумана, то есть, оно фактически позволяет просто сразу обучение программированию в школе вести на Делфи. И также теперь у нас есть книжка Никиты Борисовича Пультина, это Питерский политехнический университет, известный автор учебников по Делфи, очень активно с нами сотрудничает. Эта книга она уже предназначена фактически для старшеклассников, первокурсников и начинающих программистов. Подчеркну, что это именно учебное пособие, то есть, там уже есть и мобильная, и кроссплатформенная разработка, раздел, то есть, уже посвященный фаерманке, хотя начинается в духе классической программы обучения Делфи в УЗе фактически с ВСЕЛ, но там уже оба направления, то есть, которые дальше позволяют уже просто поднимать другие материалы, то есть, не учебники, а книги, по современным версиям, Дмитрия Иосифову, например. И сейчас мы активно заканчиваем подготовку пособия именно под проектное обучение с примерами создания приложений под разные предметы, включая там физкультуру и гуманитарные, под развитие проектного образования. Если у вас в дальнейшем будут какие-то вопросы именно касающиеся применения Делфи либо покупки лицензий для Делфи, лицензирования, то есть, любых. Опять же, проведение мастер-классов для педагогов либо для учеников. Мой адрес ниже записан, обращайтесь, буду рад с вами проконтактировать. Это можно делать напрямую, можно через Дениса. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. Большое спасибо за внимание. Возвращаю слово Денису Васильеву. Спасибо большое, Сергей. Как видите, работы все очень интересные. Хорошо. Сейчас мы возвращаемся к нашим конкурсным работам весенний микрофон 2015. Давайте посмотрим немножко цифр. Зарегистрировалось для участия в конкурсе примерно 300 участников. Далеко не все прислали работы. примерно около 15% стали присылать работы. В основном ребята зарегистрировались и подумали, что на этом решили остановиться. Далее. В финальный список попало 17 работ. Это тот финальный список, из которого мы выбирали уже победителей. Остальные по разным причинам не попали. Либо не соответствуют условиям конкурса, хотя мы максимально старались с каждым человеком переговорить. Почему? Что нужно сделать либо прислать? В общем, попало 17 работ. Из этих 17 работ 8 работ это игры. Это различные игрушки. Далее. 7 работ используют базу данных. 4 работ используют дополнительные компоненты. 13 это индивидуальные разработчики. Остальные это руководители групп. То есть это уже какие-то проекты присланные нам от лица группы либо компании. 10 работ сделаны в XE7. Остальные в XE8. Так получилось, что на момент проведения конкурса у нас вышла новая версия XE8. И в принципе все желающие могли перевести свой проект на XE8 и его пересобрать. Я все проекты несмотря на то, что они были сделаны и в XE7 и в XE8 я без труда собрал в XE8 и проверил их работоспособность. Это не составило большого труда. Но в XE8 появились новые дополнительные возможности которыми можно было воспользоваться. Далее. 12 работ прислали в последний день проведения конкурса. В связи с этим нам пришлось немножко отодвинуть дату оглашения победителей. Пошли навстречу вам, дабы все работы посмотреть и каждую оценить. Работы очень интересные. Давайте остановимся на некоторых из них более подробно. первая работа которую нам прислал Данил Абдрафиков Игра называется Угадай аниме героя. Игра носит больше развлекательный характер но здесь что можно сказать игра достаточно до конца разработана придумана для мобильного устройства для андроида непосредственно загружено много уровней около 150 картинок которые можно угадывать то есть пользователю загадывается герой и дальше с помощью букв мы собираем его имя проходим уровни открываются у нас новые замочки ну и так далее переходим на уровень на следующий уровень там около семью разбил также можно получить подсказку если мы не угадаем этого героя можно получить подсказку открыть частично буквы либо вообще угадать все слово Данил подошел достаточно серьезно он вначале изучил если подобные приложения у нас на в google play среди русскоязычных приложений и увидел что есть брешь и надо разработать подобное приложение взялся достаточно неплохо разработал подумал и над цветовым оформлением и над законченностью проекта в общем приятно с таким проектом работать получив собрать собирается с первого раза то есть все работает следующее приложение которое нам прислал Седошенко Валерий приложение тренажер по таблице умножения данная программа является своим родом тренажера таблицы умножения ну и также умножения деления когда загадывается выражение верхней части экрана и далее пользователь просто пальцем нажимает на вариант ответа варианты ответа складывается система записывает сколько было правильных ответов сколько было неправильных далее можно работать над ошибками смотреть статистику управлять количеством примеров время за которое необходимо дать ответ приложение больше рассчитано на планшет Валерий достаточно серьезно подошел к вопросу он не только разработал приложение он также его залил в google play ссылка указана ниже даже сделал две версии приложения одна носит бесплатный характер а следующая уже платный с расширенными функциями далее это мобильное приложение по оформлению предзаказа пива и закусок нам его прислал Вадим Мещеряков из Екатеринбурга это приложение сейчас носит больше прототип характер то есть это прототип приложения будущего которые будут в принципе в будущем использовать идея приложения заключается в том что оно устанавливается на мобильное устройство например на смартфон или на планшет вот у нас установилась далее получаем первый экран и можно оформить предзаказ продукции увидеть магазины ну и также бонусные программы например магазины то есть можно увидеть сразу по карте привязываются к карте отметки где находятся магазины получить контактную информацию оформить предзаказ оформить предзаказ получается таким образом что мы попадаем на следующее окно где можно выбрать ближайший магазин причем магазины у нас отсортированы по степени отдаленности от нас то есть приложение определяет с помощью геолокации где оно находится и отсортировывает все магазины в необходимом порядке далее мы выбираем необходимый магазин заходим в него получаем продукцию выбираем продукцию и формируем корзину при формировании корзины заказа также мы указываем объем сколько нам необходимо количество мы видим цену сумма заказа у нас просчитывается далее заказ можно отправить на сервер на сервере он будет обработан на сервере он работает несколько приложений которые потом с помощью пуш-уведомления уведомляет о состоянии заказа когда он будет принят или обработан это пример вот например такого прототипа который разрабатывала группа разработчиков очень интересное приложение я надеюсь что коллеги доведут до конца запустят его и кто находится в Екатеринбурге можно будет попробовать также по этому проекту оно разбито на несколько частей используют не только мобильное приложение а также еще используется и серверная часть серверная часть соединяется с Firebird используются компоненты различные для связи и с другими подсистемами то есть это вот один из кусочек подсистемы далее это приложение TV Pro телепрограмма прислал нам ее Юрий Михалев ранее существовал такой проект для Windows он его просто переработал изменил адаптировал для мобильной платформы при этом удалось добиться максимальной производительности приложения максимально комфортно приложение использует многопоточность идея приложения заключается в том что мы получаем список всех каналов а каналов примерно около 600 это и региональные каналы и спутниковые каналы это и Россия Украина Беларусь и зарубежные каналы вот в таком они списке сортированы далее мы выбираем канал мы формируем список наиболее понравившихся каналов в избранное добавляем либо можно зайти в каждый канал посмотреть что сейчас вещает этот канал вот например на этом окошке можно посмотреть более подробную информацию там поделиться либо себе куда-то записать происходит синхронизация подтягивается информация с сервера по каналах о том что вещается сейчас на каналах также здесь используются компоненты FireDuck используется база данных SQLite используется веб-браузер который позволяет просматривать информацию из сайта кинопоиск и также есть возможность менять стиль оформления приложения вот тип оформления сейчас классический можно в запущенном приложении менять этот стиль с помощью компонента Stylebook загружать другие стили в наше приложение есть ну и также делать поиск и так далее то есть достаточно интересное приложение очень бы хотелось таким и пользоваться далее это редактор эффектов для реал-тайм движка 2D-частиц прислал нам его Вячеслав Грушин Я могу сказать что очень интересное приложение здесь непосредственно в качестве конкурса нам прислали редактор эффектов то есть есть некий реал-тайм движок 2D-частиц который который отвечает ну который является самостоятельно объектно-ориентированный движок для разработки игр для PC под управлением Windows и этот движок обеспечивает максимальную производительность и возможности визуальной графики на современном высоком техническом уровне обеспечении возможности подключаются к среде Delphi и используется библиотека API DirectX которая занимается отображением графики цель проекта это создание самого движка 2D-частиц ну и непосредственно редактора возможно этот редактор по заявлению автора войдет непосредственно в движок редактор достаточно интересный то есть здесь в этом редакторе можно создавать и слой различные слои как например в фотошопе то есть мы создаем некий слой вспышка далее настраиваем свойства свойства настраиваем указываем и в качестве шкалы времени видим ползунок как это происходит в динамике можно запустить эффекты видеть как он что с ним происходит и дальше добавлять другие эффекты и накладывать друг на друга видеть скорость загрузки там различные показатели я очень настоятельно рекомендую посмотреть этот видеоролик который автор нам прислал около 40 минут он рассказывает как пользоваться этим редактором какие возможности у него есть а также обязательно посетить эту библиотеку и если вы занимаетесь 2D графикой либо есть желание попробовать какие-то игры то можно попробовать редактор очень интересный но еще требуется его доработка следующее следующее приложение называется это игра косморумба прислал нам Дмитрий Сорокин это такая игра с треугольными картами сейчас это однопользовательская игрушка в перспективе планируется добавить и сетевой режим игра еще пока носит прототипный характер но уже можно в принципе опробовать и посмотреть как она работает достаточно много эффектов тут наложено можно посмотреть вращение карт как они достаются использовать специальный свой движок для текстелей я оставил здесь даже ссылочку можно зайти на сайт автора и посмотреть он рассказывает как он создает это приложение и какие особенности так далее игра преверси стандартная игра мы знаем как в нее играть появляется игровое поле мы захватываем фишки второго игрока вторым игроком является у нас компьютер обладает неким искусственным интеллектом можно настроить и обучить искусственный интеллект в специальном режиме записывается это все в специальный файл далее можно подгрузить его и играть в соответствующую игру перспективе я думаю что эта игрушка будет портирована и на андроид устройства реализация игры достаточно интересно то есть автор подошел так творчески посмотрел сделал и подобное приложение у нас было отмечено специальной номинации от фикс инсайд и это приложение попало в специальную номинацию с призом далее приложение школьный календарь для гимназии 1505 частично кое-что рассказал уже Сергей это приложение нам прислал Егор Ивков приложение является победителем в номинации образования это приложение под платформу андроид способно синхронизировать с гугл календарем и отображать мероприятия у себя в списке как видите здесь вот различные варианты отображения можно понедельно по дням отображать видеть начало уроков окончания добавлять напоминания просматривать вот такими режимами здесь пожалуй особое внимание я бы отметил то как Егор подошел к реализации проекта он не просто реализовал его реализовал он действительно хорошо он подошел еще очень хорошо к подготовке к реализации этого проекта он вначале описал постановку проблемы сделал опрос в своей школе какие потребности какие потребности выявил далее определил цель проекта описал ожидаемый результат задачи проекта это все было описано в специальном вердовском файле который он тоже нам прислал и показал далее разделил этапы выполнения своего проекта на различные этапы например как вот анализ проектирование разработка далее результаты проекта перспективы развития проекта даже были описаны то есть где он написал планы дальнейшего распространения приложения планы дальнейшей разработки также указал источники с помощью которые помогли ему при написании этого проекта ну и сам проект выложил в репозитории гитхаб и сам проект тоже выложил в google play вот по этой ссылке можно скачать попробовать егор был отмечен специальной номинацией и получил соответствующий приз он и его куратор следующее приложение игра называется найди пару прислал ее нам Андрей Ефимов игра предназначена больше для развития внимания тренировки кратковременной памяти игра имеет достаточно большой перечень настроек с помощью этих настроек можно настроить игру на оптимальный для себя режим указать количество картинок сколько необходимо отображать на экране как часто какие они ну и так далее андрей подошел достаточно тоже серьезно он описал эту игру у себя в блоге он андрей ведет блог в котором он рассказывает делится своими навыками в разработке различных игр уже создал там около 10 различных игрушек и выложил исходный ход к ним на своем сайте можно посмотреть как они работают и для себя практиковаться это не только вот найти пару этой картинки пятнашки ребусы различные mp3 плеер рси клиенты и так далее андрей начинал создавать приложение в акте 7 удалясь впоследствии но с легкостью перекомпилировал акте 8 и все заработало ну я точно так же собрал его и на своем девайсе и проверил все работает с первого раза что конечно очень приятно кстати по проектам которые тоже к нам приходили но об этом я еще отдельно поговорю но очень здорово когда автор своего проекта своего приложения он проверяет то что проект собирается с первого раза то есть не нужно дополнительные настройки и шаманство выполнять в среде либо еще и так далее ну и Андрей со своим приложением был отмечен у нас специальным призом занял второе место со своим приложением далее приложение альфа авто мобильный приемщик это приложение мы получили от Виталия Крякова он является руководителем группы разработчиков приложение мобильный приемщик это часть большой подсистемы который занимается приемом заявок на ремонт и обслуживание автомобилей в компаниях здесь мы видим список поступивших заявок список звонков также можно получить более подробную информацию о заказчике увидеть статус выполнения заявки увидеть чек-листы увидеть информацию о автомобиле что ремонтируется ну и распечатать также информацию приложение использует такие вещи как обмен данными осуществляется в протоколу SOAP хранение данных использует базу данных SQLite разработчики разработали аналог своего компонента типа тапа control который перелистывает страницы в горизонтальном виде то есть с помощью жестов перелистываем страницу в горизонтальном виде когда отображается эта часть страницы и следующая хотели добиться максимальной производительности и добились приложение действительно работает очень шустро и очень быстро ну и достойно также есть режимы SMS-уведомления и работы по Wi-Fi ну и возможность работы в оффлайновом режиме это приложение нам прислала компания 1S RARUS с членами нашими жюри мы посовещавшись и приняли решение что это приложение достойно победы в нашем конкурсе и мы присудили первое место ну на самом деле были и другие проекты я вам рассказал только наиболее на мой взгляд такие интересные были и другие проекты ну такие как например там учебники например по кинематике который нам прислал Максим Гомозов далее проект SAS Роман Кузьмин Стас Головкин нам прислал приложение которое является автономным зеркалом бактрекера вот я даже парочку скриншотов показываю приложение позволяет подключиться к бактрекеру Мантис получить оттуда информацию о текущих тикетах зайти в каждый из них увидеть информацию ну и работать с ними то есть вот такое вот мобильное зеркало бактрекера Мантис далее Павел Алхимов нам прислал мобильное андроидное приложение для контроля качества продукции завода с серверной заглушкой то есть он нам прислал мобильную часть для запуска на мобильном устройстве а также серверную часть на такую заглушку используется база данных SQLite также сканирование штрих-кодов приложение функционал приложения такое что в процессе использования приложением фотографируется деталь с дефектом записывается в базу и далее указывается отметкой либо стрелочкой либо специальным значком где дефект расположен и это дело записывается в базу и далее потом обрабатывается уже следующим специалистом ну и так далее также вот различные школьные звонки и так далее и так победители конкурса весенний марафон 2015 первое место у нас занял мобильный приемщик Виталий Кривяков далее второе место Андрей Ефимов с игра одинаковые картинки номинация по образованию Егор Ивков это школьный календарь и его педагог куратор Мокин Евгений Анатольевич получил лицензию на RAD Studio XE8 и специальная номинация от Fix Insight получил Ершов Александр с игрой Reverse получил лицензию на Fix Insight как мы определили победителя значит получивший список работ был отправлен каждому из членов жюри члены жюри были известны на сайте каждый член жюри посмотрел на работы отсортировал эти работы в порядке значимости и далее мы собрали всю эту информацию и определили победителем и победители стали соответствующие люди здесь пожалуй особое отдельное внимание мы уже с вами проговорили по этим работам отдельное внимание хотел бы уделить на инструмент Fix Insight что же это за специальная номинация и что за лицензия для этого у нас есть отдельный слайд Fix Insight это статистический анализатор кода для Delphi Fix Insight это анализатор кода который позволяет находить баги на ранних этапах разработки то есть устанавливается специальный инструмент в Delphi далее при сборке приложения добавляется в окошко месседж соответствующие рекомендации что нужно улучшить либо оптимизировать либо где являются опасные места которые необходимо доработать то есть он автоматически анализирует код и уведомляет разработчика об этом зайдите подробно на соответствующей страничке этим занимается Роман Янковский наш выпишник он разработал этот инструмент так а теперь в общем давайте поговорим о типичных ошибках участников я не буду все абсолютно перечислять ошибки я просто некоторые из них вынес на этот слайд и хотел бы акцентировать на это внимание и так множество было регистрации но не прислали работы с некоторыми я из таких вот участников которые регистрировались и не прислали работы я общался и почему-то была боязнь что вот мой проект недостаточно интересный мощный я думаю что не стоило переживать закончили проект вы прислали как все остальные раз зарегистрировались то конечно присылайте свой проект посмотрим далее следующее это участвовали в конкурсе например бинарным файлом либо нарушали правила ну понятное дело что если вы присылаете бинарный файл даже там если какое-то красивое приложение оно запускается ну мы должны хотя бы авторство подтвердить что это вы его разработали а не скачали где-то на просторах интернета далее это каталог проекта и лишние файлы в нем тоже очень интересная вещь каждый автор присылал залил свой проект в СВН но как мы и просили можно было с СВН достать этот проект и посмотреть как организована структура каталога у некоторых она организована была нормально у некоторых конечно подошли к этому делу очень сильно творчески создали кучу подкаталогов что-то там пораспихали множество лишних файлов было добавлено которые совсем не нужны проекту включая даже и ДКУшки и так далее то есть тоже на это стоит обращать внимание сторонние компоненты и модули если необходим сторонний компонент ну что же да тогда его включаем действительно мы его добавим и соберем с этим компонентом но если острой необходимости в каком-то стороннем компоненте нет то наверное не стоит его включать потому что ну тоже это некое время занимает особенно если его сборка этого компонента там не сразу тривиально то стоит на это обратить внимание далее непереносимость проекта что здесь я имею ввиду ну например вот создали проект и где-то в проекте ну например прописали пути к иконкам конкретно на свой каталог где-то диск c юра проект 1 там картинка ну и так далее то есть вот где-то прописали жесткие пути к файлам либо например паскалевский файл какой-то там лежит в том-то каталоге но вы же понимаете что мне чтобы собрать этот проект я должен создать всю эту структуру либо все это дело поменять стоит на это обращать внимание что проект должен быть переносим далее название по умолчанию но это особенно интересно когда присылается проект и он назван project 1 ну вы же понимаете проектов присылается несколько если все будут project 1 насколько будет интересно с ними работать ну придумайте какое-то название ну либо там когда в коде используется допустим работа с компонентами там например edit и пишем значение в edit 8 4 5 12 ну я бы все же рекомендовал придумать какие-то названия потому что читать такой код очень сложно и вам и нам а через время это все очень легко забывается за что отвечает какое-то поле edit 8 сложный механизм развертывания и кстати по поводу названий значит смотрите если вы уже сделали проект и множество таких вот названий неинтуитивно понятных воспользуйтесь инструментами которые есть в Delphi отрефакторьте код встаньте на этот элемент и с помощью рефакторинга измените название во всех местах где используется название этого компонента например либо переменной то есть пользуйтесь возможностями среды сложный механизм развертывания проекта здесь я имею ввиду что ну например необходимо собрать проект и запустить его на андроиде да проект собирается но вместе с этим еще с проектом идет некая инструкция в виде текстового файла в котором пишется описывается механизм так вы значит соберите проект далее этот файлик скопируйте в какой-то каталог далее какой-то файл скопируйте еще в какой-то каталог еще какой-то в каталог ну с одной стороны уже плюс что хотя бы написали файл как как развернуть приложение это уже плюс кто-то даже не писал и этот файл то есть запускаем приложение черный экран что делать непонятно либо какая-то ошибка значит надо было файл где-то что-то скопировать то есть уже написали инструкцию уже плюс но надо пойти дальше сама среда радстудия позволяет переносить те же файлы например файл с базой данных либо файл с картинкой на то приложение ну в ту платформу которая вам на целевую платформу которая вам необходима то есть если вам необходимо вместе с вашим бинарным файлом перенести еще базу данных либо группу картинок воспользуйтесь средой есть возможность вместе с своим приложением перетягивать и другие файлы так запутанные конструкции в коде и неоправданный копипаст ну неоправданный копипаст я честно даже теряюсь когда копипаст является оправданной то есть есть такие проекты которые я получал когда копипастом просто пользуются в безумное в безумное количество раз ну естественно этого не стоит делать воспользуйтесь созданием отдельных методов процедур и так далее среда Delphi позволяет выделить кусок кода и с помощью рефакторинга создать соответствующий метод и потом этот метод вызывать у себя везде по коду где это необходимо ну запутанные конструкции в коде я имею ввиду больше это какая-нибудь длинная процедура которая имеет большое количество строк с странным каким-то содержимым что не очень сразу интуитивно понятно что же тут происходит либо когда одна процедура вызывает следующую и следующую и какие-то перемены между ними обмениваются ну в общем стоит смотреть на то что код должен быть простым для другого кто будет смотреть его ну а в последующем это сократит и ваше время далее ориентация на одну платформу ну здесь ориентация кода на одну платформу здесь имею ввиду что в коде даже встречаются конструкции типа и в дэв только например такая-то платформа либо только такая-то версия там версия рад студии либо еще и так далее то есть вот эти и в дэв и ну надо подходить не не разбрасывать весь проект этими и в дэвами стоит собрать где-то в одном месте но и вообще как бы подходить к разработке именно кросс-платформенной разработке приложения ну и последнее это привязка проекта к одному устройству это когда разработчик разрабатывает приложение и он смотрит как приложение будет выглядеть только на его например 4-дюймовом андроиде ну либо например 10-дюймовом планшете и никак не заботятся о том что приложение может быть запущено на каком-то другом устройстве и как он себя поведет все ли компоненты будут отображаться ну стоит обращать на это дело внимание благо у нас для этого есть инструменты в род студии когда можно создавать свои различные представления под каждый форм-фактор ну и программировать их ну и соответственно дополнительные баллы участникам которые можно было отнести это первое это практическая направленность и часть корпоративной системы практическая направленность то есть какая-то система действительно живая либо которая разрабатывается сейчас это не просто какая-то там игрушка но именно практическая направленность далее наличие скриншотов и видео к проекту когда разработчик заботливо прикрепил свои скриншоты выложил даже видео где показывают как приложение работает можно сразу оценить хотя бы примерно что должно получиться в итоге далее наличие описания когда вместе с проектом приходит описание где кратко расписывается что проект делает какая идея проекта какие возможно технологии используются что сделать чтобы проект запустился какие дополнительные настройки необходимо сделать ну и в редких случаях даже статьи в блоге особенно если это автор какого-то блога у себя разместил статью о своем приложении о том как его разрабатывал какие особенности ну и так далее дополнительным плюсом это когда проект выкладывали в стор давали ссылку на него а такие проекты есть у нас я давал несколько ссылок очень приятно что ребята дошли до конца и выложили свой проект в стор и можно было скачать и посмотреть как он работает и получить фидбэк от других пользователей это здорово далее дополнительным плюсом конечно является ориентация проекта на крост платформенность когда разработчик уже в коде сразу прописывает такие конструкции которые позволяют уже на этапе например разработки своего приложения под андроид далее не тратить большие усилия а в будущем пересобрать его под айос либо разрабатывали под виндовс потом можно пересобрать под андроид то есть смотреть какие это например это относится и к к путям к файлам когда жестко прописывается путь куда-то там либо в темповый каталог либо еще ну и так далее далее простая сборка проекта и развертывание тоже это было большим большим плюсом это у меня даже был один из критериев оценки проектов когда я смотрел собирается ли проект с первого раза и многие проекты с первого раза не собираются приходилось потратить немало времени посмотреть что это за ошибки можно ли ее исправить либо что-то почитать найти какую-то инструкцию как же проект собрать когда проект сразу собирается это здорово это конечно приятно ну и простота развертывания то есть если проекту необходимы какие-то дополнительные файлы либо какие-то дополнительные настройки он сразу автоматически все с собой берет род студия все это дело позволяет сделать дальше структурирован каталог проекта тоже очень приятно когда проект все структурировано не в одной папке записаны и доковские файлы и картинки и паскалевские и видео файл все подряд все в одной куче не стоит этого делать а вот когда структурировано разбито здесь проект здесь видео картинки гораздо приятнее с этим делом работать но это наводит больше порядок сейчас на этапе когда вы создаете это приложение а также в будущем когда будете уже создавать коммерческое а может быть из этого же приложения вы будете делать коммерческое приложение далее наличие своих иконок и splash image тоже выглядит достаточно красиво когда разработчик подошел еще дальше и разработал свои иконки то есть не просто иконку какую-то по умолчанию то есть свои иконки добавил добавил splash image это заставки которые появляются при запуске приложения например на андроиде и на аэс далее это аккуратность в коде когда для потребностей приложения были выделены классы были выделены интерфейсы и происходило взаимодействие между классами интерфейсами когда приложение не было реализовано таким что есть форма есть компонент есть кнопки компоненты и на каждую кнопку мы реализуем весь свой функционал то есть тут все было вынесено в отдельные классы интерфейсы ну и также форматирование все это конечно выглядело профессионально ну и выглядело приятно работать с таким далее законченность проекта когда ну даже такие вещи как название кнопок то есть прислали некоторые работы которые название кнопок оставались еще по умолчанию типа button 1 button 2 там либо ну такие вещи по законченности проекта либо название форм название менюшек может быть какое-то описание это добавляло дополнительный балл также некоторые разработчики даже добавляли возможность работы с рекламой это те кто уже загружали в google play добавляли возможность рекламы можно было посмотреть что да есть вот различные варианты приложений работают с рекламой либо без рекламы ну и даже продажу приложений успели сделать это мы поговорили о тех проектах которые нам прислали сейчас а также у нас был еще первый конкурс который проходил полтора года назад вот некоторые скриншоты я могу показать на этой форме в основном это были игрушки либо какая-то 3D анимация либо расчеты связанные с математикой либо небольшие базы данных ну вот некоторые скриншотов так на этапе проектирования и разработки конкурсных работ мы начинали все разрабатывать в xe7 далее вышло xe8 у участников была возможность перейти на xe8 и воспользоваться новыми возможностями которые появились в xe8 ну такие например как box 2d это возможность расчета физических величин различные игрушки созданные с использованием box 2d то есть можно было использовать также похвально когда разработчики использовали у себя многопоточность когда это было необходимо также мультитач либо возможности теттеринга либо сохранение состояния окна когда приложение закрывалось и необходимо было сохранить куда-то свои значения то есть эти инструменты у нас есть и очень здорово что некоторые разработчики воспользовались ими и это придает больше завершенности и выглядит профессионально приложением так ну что ж еще раз спасибо всем участникам мы еще раз поздравляем всех и просим вас следить за нами в социальных сетях в фейсбуке и в гугл плей в гугл плюсе где мы размещаем информацию о том когда будут проходить ближайшие мероприятия в каких городах когда проходят у нас вебинары где можно скачать фотографии с мероприятий также различную актуальную информацию например когда конкурсы у нас проходят результаты конкурса статьи и так далее подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями ну что ж на этом спасибо и сейчас мы постараемся с Сергеем ответить на ваши вопросы спасибо 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 спасибо